Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала! Не знаю, как сказать. Учитывая рост цен. Да это все бесполезно. Народное мнение! Каждый из нас имеет право на свое мнение, его высказывание. Высказать его вы можете в передаче «Народное мнение», которая началась уже в прямом эфире на 101.0. Кроме того, традиционно напоминаю, трансляция программы ведется на сайте «Кирова.ру» и в нашем телеграм-канале. Меня зовут Владимир Сметанин. Компанию мне по традиции составляет журналист газеты «Источек новостей» Александр Грисляс. Приветствую тебя, Александр. Добрый день. Ну и уж воспользуюсь случаем. Поздравлю тебя с Днем филолога в России. Большое спасибо. Потому что Александр филолог по образованию. Ну и, кстати, сегодня еще один примечательный день. Праздник для многих молодых, юных жителей города. День последнего звонка. Звонков. Или звонка, да. Погода, правда, вот не радует. Я, признаться, ежегодно 25 мая чувствую такую легкую ностальгию. В этом году ровно 23 года исполнилось, как я выпускался из среднеобщей образовательной школы, то есть в 99-м году. А я так понимаю, ты на два года. И у тебя тоже тут юбилей. 25 лет. В 97-м выпускался. Вот, получается, 25 лет ровно прошло. У меня ностальгия накатывает в день последнего звонка еще сильнее, потому что я еще 6 лет отработал в школе. Так что день филолога двойной праздник или даже тройной для тебя сегодня. Ну вот так сегодня складывается. Видимо, звезды сошлись, что мы сегодня будем говорить активно про еще один юбилей, про 650-летие Кирова в 2024 году. Вот не удивляйтесь. Может быть, кто-то скажет, что ой, да когда это еще будет. Вот нет. Время летит очень быстро. И 20-е и 21-е годы, эти пандемийные, они уже в прошлом. И такое ощущение, что были они очень и очень давно. Хотя это было совсем недавно. Так ведь? Так или иначе, 24-й год наступит. И наступит он очень скоро. А тема празднования 650-летия нашего города снова широко зазвучала после того, как на прошлой неделе общественности был представлен официальный логотип, ну или эмблема. Юбилея еще, оказывается, в 2019 году был объявлен конкурс на создание символики 650-летия. Было три десятка работ заявлено. Хорошо, мы так говорили на эту тему в нашем эфире на прошлой неделе. Было жюри профессионально. Оно выбрало лучшую, на их взгляд, работу. Будет, кстати, еще и слоган. Его где-то вот в ближайшее время собираются озвучить. А знаешь, какой слоган был в 1974 году, когда праздновалось 600-летие? Ну, это в таком советском социалистическом духе все было. Юбилею города. Быть. Достойную встречу. То есть можно трактовать по-разному. Что значит достойная встреча, да, наверное? В понимании каждого что-то свое найдется. Неоднозначно, надо сказать, кировчане оценили эмблему юбилея. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. У кого-то при виде цифр 650 родились какие-то забавные или неприятные ассоциации. В общем, кто во что гораст и единого мнения по этому поводу не сложилось. И сегодня в программе «Народное мнение» мы вам предлагаем дать оценку не только символике 650-летия. Я думаю, что многие ее уже увидели, потому что СМИ растиражировали это широко. В соцсетях невозможно было не заметить. Так вот, не только дать оценку этому изображению, но и озвучить, какой подарок или какие подарки, на ваш взгляд, были бы наилучшими, самыми-самыми к юбилею города. Чтобы это запомнилось надолго, на многие десятилетия вперед. Ну, говоря о подарках, я имею, конечно же, в виду какие-то масштабные вещи, грандиозные стройки. Например, возвращаясь к тому же 600-летию города в 1974 году, одной из самых больших и масштабных строек, это был дворец пионеров, который строили как раз-таки к этой дате и открыли в сентябре 1974 года. Ну, а сейчас, что нужно, по вашему мнению, в первую очередь, мы долгое время говорим о том, что городу нужен, например, западный обход. Сколько можно уже стоять в пробках по Дзержинскому, Луганскому, Ломоносовому и Производственному. Сколько уже лет мы говорим о том, что нужно... Тоннель в Нововятск. Тоннель под горбатым так называемым переездом в Нововятске, но чуть попозже мы будем еще об этом говорить. Еще один грандиозный проект, третий мост через Вятку, да, в районе улицы Милицейской, вот по Милицейской, туда на восток, через Вятку, в заречную часть города, там напротив как раз Малая Большая Суботиха и далее выход на Кирово-Чепецк и Слободской. Вот сколько задач стоит. Можете звонить, высказываться 211-101, напоминать, что это прямой эфир, а также можно писать 8909-720-101. И в нашей группе ВКонтакте, группе нашей радиостанции и в группе газеты «Источек новостей» уже размещен видеоопрос, который мы записали с Александром на Театральной площади. Выходили туда несколько дней назад. Просто-напросто распечатали вот этот появившийся логотип 650-летия, подходили к кировчанам, предлагали посмотреть и высказать свои эмоции и соображения по поводу того, что они увидели. И вот у меня сейчас складывается ощущение, что примерно 50 на 50 горожан высказались «за» и не очень, так мягко говоря, «за» увиденную эмблему. «За» высказалась с меньшей части. Ну вот сейчас послушаем, и слушатели тоже станут свидетелями всему этому, что мы записали. Опрос четырехминутный. Еще раз напоминаю, видео можно посмотреть в наших группах ВКонтакте, газеты «Источек новостей» и нашей радиостанции. А сейчас аудиоверсию услышим, после чего можно будет приступать к общению. Итак, пожалуйста, вот что у нас получилось. Народное мнение. Нравится, не нравится? Прикольно, приятно. Красиво, ярко так. Необычно. Не в глаз, глаза не режет и выглядит прикольно. Креативненько. Нормально. Нормально? Ну, скромно и... Ну вот, собственно, здесь... Как говорят, дешево и сердито. Дешево и сердито? То есть могли бы что-то и лучше, и побугаче сделать? Да нет, пожалуй. Нет, нормально? Да нет, шедение. Нормально. Что видите перед собой? 650. А что это такое, знаете? Это эмблема, которую представили в 65-летие. 650-летие? 650-летие северное. Город. Впечатление от того, как это все выглядит, не нравится. По цветам довольно ярко. Видно издалека, вросасывая глаза. В целом, приятное впечатление. Приятно. Киров. Киров, видите? Это официальный логотип празднования 650-летия. Нравится? Не нравится вот это изображение вам? Здесь еще можно посмотреть. Ну, нравится. Нормально? Нормально. Нормально? Ярко, празднично? Да. Ужас какой-то. Так. Кроме слова ужас, что еще вызывает? Какие ассоциации? Честно говоря, не знаю. Ну, я сама учусь на архитектурном. Мне не нравится. На архитектурном? Здорово. А вы бы что сделали? Как бы это все изобразили? Ну, с первого взгляда не скажешь, но точно не так. Потому что, ну, как-то это не слишком масштабно для возраста города. Что перед собой видите? Киров. Киров. 600. 650. Да. Это официальное изображение даты круглой, которая будет отмечаться через два года. Угу. Вот так вот это вот представили нам. Нравится вам? Не нравится? Нравится? А что именно нравится? А все, если хорошо, то есть. И этим вот этот... Ну, вот как раз вот здесь вот, да? Да, да, да. Планируют. Елочки-то, да, зелье, автобус-то красивый. В общем, вы довольны? Да, нормально. Нормально. Киров. Киров. А вот вверху вот это вот, вот эти круги? 6-5. 6-5-0. Да. 6-5. А как думаете, с чем это связано? 650. 650 лет Кирову? Да. Которые будут отмечаться через два года, да? Нравится. Нравится? А что именно нравится? Ярко, необычно? Ярко и необычно. И необычно, и ярко все хорошо. Что перед собой видите? Ой, не буду. Вы куда? Не, на зайца похоже. На зайца похоже? Да. Ну, вы наверняка в курсе, что это официальная эмблема празднования 650-летия Кирова. Нет. Не слышали еще об этом? Нет. Вот вам празднично будет весело именно от такого логотипа? Ну, я сейчас вижу 650, но не праздничный, не веселый. Не праздничный? Да, она какая-то несуразная, на мой взгляд. Нравится вам, не нравится? Вот просто мнение хотим жителей города узнать. Нормально, по-моему, нормально. Ярко? Ярко. Прям, ух, хотелось бы сразу праздновать, здорово. Оригинальненький. Мне очень грустно, но за ребят, вот, за ребятишек, за автобус я рад. А за то, что этот логотип был одобрен с посылом некоторых людей, я грущу. Ну, логотип. Логотип. Цифры какие-то. Логотип. Давайте подумаем, что за цифры. 60 лет, может. Да, 60 лет. Верно, абсолютно. Ну, как в целом оценивать? Мне нравится. Нравится, не нравится, учись на таком эмоциональном уровне. Да. Красиво? Очень красиво. Создает праздничное настроение. Естественно, да. Ярко сюда прям глаза брус-то брусают. Вот под этим логотипом мы будем отмечать через два года 650 лет Кирову. Да. Нормально? Нормально? Мне нравится, мне нравится. А что именно нравится? Цветовая гамма? Ну, цветовая гамма нравится, и вообще все так вот аккуратненько, все понятно, и без всяких там, как это, не знаю, сказать, мне нравится. Без чего-то там завуалированного. Вот, вот, вот. Вот как-то так. А может, у меня специфическое мнение? Не, 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 но я бы лучше четко, чтобы было видно. То есть четко 6, 5, 0. Да. А я так мутно не люблю. Мутновато, на ваш взгляд? Ну, да. Мутновато. Вот так нам предложили, это можно использовать, эту символику. Некрасиво. Кружки, баннеры. Как в целом оцениваете? Некрасиво. Некрасиво. А почему? Что не нравится? Вот это делали специалисты, правильно? Да, специалисты. Ну, вроде как дизайнеры, да. Спуститесь вниз, зайдите на училище. Художественного? Да. Да. Вот они бы нарисовали, да? Они нарисуют. Народное мнение. Вот такой опрос получился у нас совместно с газетой «Источник новостей». А что вы думаете по поводу официальной эмблемы празднования 650-летия Кирова и по поводу тех мероприятий, событий, которые должны были бы быть приурочены к этой дате? Что построить? Что создать в городе в течение этих двух лет? Или, может быть, уже мы ничего не успеем? 211-101. Номер нашего прямого эфира. 8-909-720-101-0. Номер для СМС и сообщений в Вайберу и Ватсап. Ну, ты знаешь, Александр, уже почти 10 дней я смотрю на эту эмблему. И мне уже все понятно и все ясно. Тем более после того, как мы это хорошо обсудили на прошлой неделе в нашем эфире. Хотя... А что тебе понятно? Ну, еще раз повторюсь, когда я впервые увидел эту символику, ну, в замешательство небольшое я впал, и мне потребовалось какое-то время... Чтобы выйти из замешательства. Да, чтобы выйти из замешательства и разглядеть, что это действительно так интересно закрученные цифры 650 в эмблеме. Давайте спросим мнение координатора сообщества Красивый Киров, Анатолия Курбатова. Он сейчас у нас на связи. Анатолий, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, обсуждаем логотип празднования 650-летия Кирова в 2024 году. Вы, как человек неравнодушный к художественному творчеству, к изобразительному искусству. Дайте, пожалуйста, оценку. Вот вам этот логотип, в первую очередь, был понятен? Сочетание красок, форма, идея, заложенная в это изображение. Оцените, пожалуйста. Ну, мы этот логотип оценивали, впрочем, как и и других, которые были предложены в рамках Совета о переговоре администрации. Я не сказал бы, что он самый лучший, но он точно самый худший. То есть, мы пришли к тому мнению, что, в принципе, город, в котором сейчас состояние, и в котором экономическом положении, и все прочее, этот логотип его достоин. То есть, не самое лучшее, что можно придумать. То, что имеем, то и имеем. Интересное замечание сделал Анатолий сейчас. То есть, вы, Анатолий, видели те варианты, которые были представлены на конкурсах. Большинство горожан их не видело. Нам вот дали только один единственный финальный вариант. В самом деле, логотипы были представлены еще в рамках Urban Forum. Там было голосование, там было выбрано, по-моему, три лидера, из которых потом союз дизайнов в Киевской области выбирал, разбирал. Но, как я понял, что итоговый вариант, который был принят, был лично принят то ли Маури, то ли кенка, кто отзывал в комиссию по подготовке плавных социальных сетей города Кирова. Интересная история получается. То, что это не выносилось на широкое обсуждение, Анатолий, вы считаете это нормально, приемлемо? Может быть, широкое голосование надо было устраивать где-то на сайте, в социальных сетях? То, получается, каким-то профессиональным сообществом это было решено и все? Ну, если честно, то мне кажется, что дизайнерские какие-то вещи, в том числе и лидеры, они должны все-таки разрабатываться специалистами и выбираться им. Да, конечно, всегда хотелось бы публичное, какая-то областка, какие-то вещи. Мы, в свою очередь, когда нам предоставили лодокипы, мы, по форме красивого Кирова, вырвали все 30 лодокипов и допустили обсе их денег. Да, и мы даже предложили, у нас был такой вариант, что кто хочет поучаствовать, может предложить еще свой вариант, потому что в итоге вариант тогда не был принят. В принципе, я так понимаю, что те дизайнеры, которые занимаются профессионально в Кирове, они так или иначе были в курсе, так или иначе кто-то попробовал, потому что 30 работ, которые нарисовали, значит, 30 человек это участвовало, различных компаний или какие-то участвовались. То есть, какое-то обсуждение было. Если это прошло как-то мимо ребятской эхо Москвы или какого-то любого другого, ну, может, вы не совсем интересовались, но какое-то обсуждение было. В моем информационном поле оно точно присутствовало. Мы интересовались у специалистов, в том числе, да, тех людей, которые оценивали работы. Организаторы конкурса сказали, что они намеренно отходили от дымковских мотивов, ну, потому что это уже как-то приелось, хотелось найти что-то новое. Вот то, что мы в этом логотипе откровенно не видим дымку, это хорошо или не очень, на ваш взгляд? Дымка как один из символов, да. Насколько я понимаю, там в 650, в шестерке там Хлынов, в пятерке... Хлыновский Кремль, да. Вятки, да. Соборы, церкви. Кироска, действительно. Я считаю, что дымка это все-таки хорошая, важная вещь, но это не единственная, с чем славится Кировская область. И, в принципе, этот логотип, он точно лучше, чем моно-какая-то вещь в виде дымки. Анатолий, ну и предложение, собственно, от вас лично, от красивого Кирова, от ваших коллег и единомышленников по поводу того, а что бы нам такого сделать к 650-летию в городе, чтобы это действительно запомнилось на долгие-долгие годы. В 1974 году на 600-летие небезызвестный вам дворец пионеров был открыт. Ну, а мы вот в наше время должны ли на что-то такое настроиться грандиозное и масштабное? Да, вот вы правильно сказали, что у нас на 600-летие все, что было сделано в Кирове, да, а, в принципе, до сих пор мы этими живем. Это и Алия Октябрьского проспекта, и Фаркут-Цирка, и Георама, и Дворец пионеров. Это все было как раз сделано в 600-летие города. К сожалению, сейчас не видно никаких-то даже попыток, никаких-то стремлений. Я просто тоже вхожу в различные советы, да, и имею в виду с документом. Они запустили комиссию, празднули только буквально недели-полторы-две назад. Соответственно, где они были предыдущие, там, 3-4 года, когда какие-то публично были заявления, что вот скоро юбилей, надо готовиться, готовиться, но формально, даже неформально, практически работы никого не вернусь. И хотелось бы, надеюсь, на лучшее, но я, как бы, достаю террориста, мне кажется, что ничего такого глобального к юбилею города, как, допустим, в прошлом году Ниженовгород, просто с его моментом, да, буквально лет 10, там, 12-й назад, когда было тысячи этих оказаний, когда она тоже резко вырвалась, она была таким же городком, как Киров, да, таким же грязным, неуютным и прочим в то время, да, она резко вырвалась вперед, и сейчас, по большому счету, такой хороший, качественный, и родился город один из лучших, наверное, в России. Ну, а, к сожалению, такой работы я вот не вижу, чтобы она лилась даже в кулуарно, то есть, к сожалению, хочется хорошего, но ожидания, как бы, пока невидимы. Ну, вот смотрите, как один из вариантов, тут буквально вчера, по-моему, новость появлялась о том, что в городской администрации снова обсуждали будни и перспективы парка имени Кирова, или парку цирка, да, парку диорамы, как его в народе принято называть, и в очередной раз нам озвучили, что есть надежда на то, что будет федеральное финансирование. Уже на протяжении последних нескольких лет мы слышим от городской администрации, что вот-вот, подождите, еще немного, будем реконструировать, будем проводить глобальные там работы, и вот сейчас нам говорится о том, что вот бы сейчас, к 24-му году-то успеть парк имени Кирова каким-то образом облагородить, и в очередной раз называется сумма, по-моему, 600 миллионов рублей, но вот надежды, честно говоря, какой-то твердой нету. Тут еще ведь вопрос, знаете, в чем вы видите? В том, что по парку Кирова, в том числе и по парку Гарина в филармонии, были две прекрасные концепции, которые в итоге до проекта дошли в сильно насеченном виде, и мы видим последние парки, которые открывались, да, в том числе век Собоновой Славы, который там просто какой-то мемориал, да, в ладбищенске в городе, то есть даже то, что было сделано, я очень сомневаюсь в хорошем качестве, как работ, так и проектирование, так и идеи, и все прочее. Вчера же, вот опять же, на сайте администрации выбрали проект театральной площади. Да-да-да. Я так не видел, какие проблемы он решает, а у театральной проблемы сейчас, в театральной площади сейчас очень много проблем, она не задерживает людей, это просто магистральная такая штука, которую люди все пробегают, просто асфальтное поле, и в проекте вообще никак не решили ни одной проблемы. И сделано на уровне, наверное, 2008 года, а сейчас на 2024 год, то есть у меня совсем непонятно, зачем это делать вообще сейчас, и если хоть что-то делать, то делать надо, конечно, гораздо качественнее, а не на том уровне, в котором делать сейчас. Да, я читал комментарии вчера пользователей соцсетей по поводу театральной площади и планов по ее обновлению, но это такое перелицевание какое-то, да, незначительная перестановка, и, на мой взгляд, да, действительно, здесь глубокого взгляда в суть проблемы нету, потому что, действительно, главная площадь города, да и области у нас не функционирует в какие-то непраздничные дни, но используется по старинке. Куча машин по периметру, да, люди туда-сюда, и, в общем-то, огромное пространство, за которое это довольно обидно, да. У меня всегда сильно диссонанс, потому что я тоже общаюсь с чиновниками, да, и сидел на штуру, наши там с Говардой, с Татьяной Генненовиной. Люди все прекрасны, персоналы и все прочее, но почему-то тогда через все вот эти слои принятия решений, принимая решения, на выходе получается, и не что-то такое, за что немножко стыдно было. Как бы, если бы это нас получится переломить, то, я думаю, что пару трех парков мы получим к одним городу, ну, к две города, но, к сожалению, это не тот масштаб, который у соседей, и не тот масштаб, который был у нас 50 лет назад. Спасибо. Спасибо вот с таким скепсисом, но все-таки с надеждой, да, я думаю. Спасибо Анатолий Курбатов, координатор сообщества Красивый Киров, 211-101, номер нашего прямого эфира, 8-909-720-101-0. 24-й год не за горами, время пролетит, я уверен, просто очень-очень быстро, чтобы, на ваш взгляд, надо было сделать в городе для того, чтобы объект, ну, как-то я уже намекаю на конкретный объект, который должен появиться, он сохранился на многие десятилетия вперед. Кстати, Александр, последние новости про то, как и что будет делаться, вернее, в нашем городе к 650-летию, появлялись в сентябре, в сентябре прошлого года. Была опубликована концепция мероприятий по подготовке и проведению празднования 650-летнего юбилея в 24-м году. И тогда СМИ сообщили о том, что более 41 миллиарда рублей будет потрачено на это все. Но, кстати, потрачено не одномоментно, а в течение нескольких лет, начиная с 21-го по 24-й год. Помнишь, ты читал? Да-да-да, то есть они уже начали тратиться эти миллиарды. Видимо, они тратятся, но что-то мы не замечаем как-то, да. Пока ждем ваших звонков, я озвучу некоторые пункты этой концепции. Там есть несколько разделов, несколько блоков. Вот, например, блок реализации культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей. Это одна из самых незатратных частей этой концепции. 63 с небольшим миллион рублей. Еще один раздел упомяну и перейдем к нашему следующему спикеру. Реставрация объектов культурного наследия тоже предусмотрена этой концепцией. Туда входят такие здания, как Театр Наспасской, Кровеческий музей, Музей Циолковского, Библиотеки имени Герцена, Колледж музыкального искусства, Дом музея Салтыкова-Щедрина и так далее. То есть их ремонт запланирован. Чуть позже вернемся к этой теме. Наш коллега у нас на связи, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове Анастасия Белова. Настя, приветствуем тебя. Добрый день. Да, день добрый. Да, время очень быстро летит. Кратко твои соображения. Ну, можно не кратко, конечно, по поводу логотипа 650-летия Кирова. И твое мнение, чтобы такого предпринять в областном центре грандиозного, чтобы действительно эта дата запомнилась на долгие годы вперед. Итак, оценка, да. Увиденная, да. Ты как человек, работающий в печати в том числе, да, и разбирающийся в визуализации всевозможных объектов. Пожалуйста, твое мнение. Не назову себя большим экспертом в визуализации, но свою оценку дам. Я очень люблю начинать с того, что понравилось. Ребята мне показали логотип. Первая реакция, в принципе, мне показала, что понравилась эта яркость. Какой-то параллель с цветовым оформлением Гербакировской области я сразу поняла. Вот цвета желтый, красный, синий и белый, они, в принципе, понятны. А вот там был предложенный вариант с обрисовкой цифры 650 черным цветом, ну, это точно нет. Мне не сразу понятна была концепция самого логотипа, точнее, там знаки, эмблему представляли. Вот если взять, к примеру, букву О в слое Киров, ну, которая достаточно много негативной реакции в фабрике вызвала, вот, как я поняла, по задумке автора, это символ какой-то бесконечности, гармонии. Вот я, вот признаться, я того сразу нет поняла. Гармония оказалась тебе непонятной? Мне непонятно, мне не сразу. Мне вообще первая ассоциация возникла почему-то. Это у меня с олимпийскими кольцами. Я не знаю, как это объяснить, но вот первая молниеносная реакция была, это похоже на олимпийские кольца. Может быть, как-то я не так мыслю, но в то же время на этот логотип, на эту эмблему, точнее, будут смотреть точно такие же жители, как и я. Вот если куда будет наноситься эмблема и знак, вот если взять небольшие вещи, вот значки представлены, были презентованы, кружки, футболки, вот это яркое пятно, в принципе, будет выглядеть, как мне кажется, неплохо. Ну, это если, опять же, не рассматривать детали. Вот предположим, взять, ну, вот взять, нет, возьмем кружку, вот без добавления надписи «Киров» или вот мне больше нравится почему-то «Киров, Вятка, Хлынов». Мне кажется, не все поймут, что представленные вот эти вот детализированные объекты это памятники архитектуры нашей местной. Надо еще понимать, что все-таки вот эти символы после празднования Дня города уедут в какие-то другие города, потому что их будут приобретать наши гости. Но идея-то да, в этом, наверное, в том числе и заключается. Как будет на самом деле, мы пока не знаем, понравится ли приезжим из других городов этот логотип и будут ли они покупать вещи с присутствием этого изображения. Опять к теме понравится ли, мне, конечно, не совсем понятна сама организация вот этого конкурса, кто его организовывал, кто оценивал, по каким критериям, где, если было заявлено, что на конкурс были поданы 30 работ, где остальные, вот я как житель города очень бы хотела их посмотреть. Может быть, где-то они, конечно, есть в открытом доступе. Я целенаправленно не искала, но мне бы хотелось посмотреть другие работы, работы других дизайнеров, активистов, всех, кто принимал участие. И не просто посмотреть, а каким-то образом быть причастным к этому и, может быть, помочь выбрать тот, который мне понравился. Даже если он не станет победителем и его потом не будут использовать в качестве брендука мероприятий, ну, по крайней мере, у меня будет какое-то ощущение, что я тоже причастна. Вот в целом то, что идет работа над этим, это, да, хорошо, но мне не очень... Мне бы хотелось, чтобы она шла более открыто. Вот если... Настя, понимаю твои стремления, твои чаяния, что называется, и давай вот еще по поводу тех предложений, что бы тебе хотелось видеть действительно в городе, к его юбилею. Ты как человек, обладающий большим информационным багажом, знаешь, какие были планы, какие планы отошли на второй план. А к чему больше всего душа, так сказать, человеческая, не журналистская, а человеческая лежит? Ну, если человеческая, то точно каким-то осязаемым вещам. Элементарная тема, которая на слуху, это Третий мост через Вятку, Западный обход, переезд в Нововятске. Эти темы поднимаются не первый год, но никто не знает, будут ли они в конечном итоге реализованы. Получается, что об этом все давно говорят, но как кофе-ток будет, никому не понятно. Если бы хотя бы один из этих проектов был реализован, понятно, что там федеральное финансирование и прочее, но если бы хотя бы один, не знаю, жители города, они бы просто были безмерно благодарны тем, кто это сделал. Или, не знаю, можно рассмотреть менее амбициозные проекты. Предположим, у нас в город зашел кикшеринг. Это аренда электросамокатов. И в городе у нас просто огромное количество любителей велосипедов. Их было бы еще больше, если бы были созданы условия для передвижения на велосипедах. Соответствующая инфраструктура, да, о которой говорится, тоже уже много и много лет. Конечно. У меня голубая мечта пересесть на велосипед, но я просто боюсь ездить по дороге, если честно. А по тротуарам я знаю, что это создает неудобство, в первую очередь, пешеходам. Да, всем создает неудобство, да. Не знаю, вот если бы инфраструктуру для велосипедистов создали процентов 50 жителей, просто бы благотворили людей, которые это сделают, как мне кажется. Да, спасибо. Трудно с тобой не согласиться по поводу этих упомянутых больших проектов. Очень бы хотелось, чтобы что-то было из этого реализовано. Времени у нас не так много. Спасибо наш коллега Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Ну вот Настя, как журналист, как человек, тоже выступает за те вещи, которые мы тоже уже упоминали, да. 211-101, номер прямого эфира 8909-720-101-0. Я хочу просто продолжить еще изучение официальной концепции празднования 650-летия Кирова. Рассказал уже про культуру, реставрацию объектов культурного наследения. Вот следующий пункт, например, физическая культура и спорт. Расходы в рамках этой статьи к 2024 году должны достигнуть полутора с лишним миллиардов рублей. В частности, это проведение различных выставок, спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, форумов, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Павла Корчагина, а еще скалолазно-ледолазного спорткомплекса на улице Подгорной. Да, любопытно. Туризм тоже одна из самых незатратных, видимо, статей расхода и пунктов празднования. 4,5 миллиона рублей на это было запланировано, по крайней мере, год назад, когда нам об этом сообщали. Это и фестиваль короткометражного кино, грантовый конкурс, финальное и полуфинальное мероприятие «Россия – страна возможностей». Ну и вот итог этого всего сумма, которую уже озвучивали, 41,5 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета свыше 35 миллиардов, а регионального – 3,5 миллиарда. Ну вот, надеемся в очередной раз на федеральный бюджет, хотя все прекрасно понимаем, что обстановка ситуации сейчас в государстве не самая простая, и стоит ли рассчитывать на эти деньги, и придут ли они на это все под большим-большим вопросом. У нас время подошло небольшой рекламы, продлится она не более минуты, после чего продолжим 211-101. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение Готовы ли вы высказать свое мнение по поводу празднования 650-летия Кирова? Будет это через два года, так или иначе наступит эта дата в любом случае. Есть звонок от слушателей. Добрый день, как вас зовут? Вы в эфире. Мы слушаем вас. Добрый день. Скажите, как вас зовут? Здравствуйте. Александр, да, наш постоянный слушатель. Скажите, пожалуйста, у вас по поводу чего болит душа? Так, значит, я хочу высказать свое мнение насчет эмблемы. Так. Мне, значит, как бы эта тема довольно-таки близка по духу. Я коллекционер. Мы очень активно со своей стороны предпринимаем некоторые шаги по рекламе по малой родине. То есть это краеведение мне близко по душе. Вот я хотел, да, я понимаю, к чему вы идете. То есть вы создаете свою историю тоже. Я понимаю, о чем идет речь. Да. Значит, я тоже хотел бы быть в курсе. И я вот действительно до последнего момента, когда появилась вот эта эмблема новая, я не видел ни конкурса, ничего. То есть все это было сделано в тихушку, но бог с ним. Но, значит, то, что там представлено на этой эмблеме, то есть напихали туда целую кучу зданий. То есть вот я уверен, что даже не каждый местный житель вам скажет, что изображено на данной эмблеме, не говоря уже о гостях. Может, достаточно было сделать какой-нибудь один образ запоминающийся. И почему вдруг решили отойти от дымки? То есть, ну, если, грубо говоря, Калуга это Циолковский, он всю жизнь был Циолковский, почему мы возьмем и выкинем дымку, в конце концов? Это все-таки гордость России, знак как за рубежом, так и все. То есть наличие эмблем на домах в городе, это не говорит, что об этом не должен знать никто в России и в ближнем зарубежье. То есть я считаю, что очень-очень бездарная эмблема. Да, ну и опять же, да, к вопросу о том, почему никто не постарался широко представить работы другие, другие-других авторов, да, может быть, что-то было более. То есть не было конкурса, а тут я просто считаю, что, ну, я абсолютно не против этой эмблемы, что это какое-то нововеяние там этого дизайнерского проекта, но все в тихушку, все. То есть дело в том, что сейчас я считаю, что за эту эмблему будут при распечатке и везде-везде-везде-везде определенные деньги. И поэтому как бы вот еще вот такое вот я считаю, что... Ну, да, безусловно, это в том числе и бизнес, да, финансовая сторона, да. Поэтому победитель, автор, тут я считаю, что, может быть, даже как-то так из-под кишка сделали. Александр, а по поводу предложений конкретных, что бы вы хотели видеть, чувствовать в Кирове к 650-летию? Новая дорога, новая развязка, новое строение, какой-то большой дворец, театр, не знаю. Ну, мое мнение, пусть хотя бы заложат фундамент по восстановлению храма Александра Невского. Хотя бы фундамент, чтобы дело стронулось с места. На месте нынешней филармонии, напомним. Нет, нет, ну филармонию понятно, что не сносить... Не-не-не, мы не говорим об этом. В Гагаринском, да, в Гагаринском парке где-нибудь рядышком. Хорошее предложение, заслуживает внимания, безусловно, да. Спасибо, Александр, наш слушатель. Хотя бы фундамент, я понимаю, что это не восстановить за эти годы, но хотя бы принять решение, вбить колышки, заложить первые камни. Да, хорошее предложение, тут нельзя, конечно, отрицать. Спасибо, Александр, 211-101. И мы вот говорим в течение передач много об истории, о праздновании 600-летия Кирова в 1974 году. И сейчас мы постараемся связаться с человеком, который им хорошо известен, нашим слушателям. Это историк и руководитель музея Вятского госуниверситета Евгений Питунин. Есть у него на сей счет наработки. Большие материалы ранее звучали в передаче, сделанной в Вятке. Ты знаешь, я, Александр, без труда нашел в архиве Государственный, подожди, Государственный архив Кировской области или архив социально-политической истории, что-то сейчас не могу сразу определиться. Так вот, там есть как раз-таки изображение, а это, видимо, одна из эмблем, которая была сделана вот как раз-таки к 1974 году. И ты знаешь, там те же самые мотивы. Вот что сейчас нам показали вот эти цифры 6, 5, 0, куда вписаны вот эти три периода в истории нашего города. Хлынов, Вятка, Киров. И то же самое было в 1974. Хлынов, Вятка, Киров. И те же самые изображения. Хлынов ассоциируется с Кремлем, в первую очередь, да, Хлыновским. Вятка ассоциируется с соборами. И Киров — это уже такой индустриальный, развитый, промышленный город. Ну, вот на изображении 1974 года здесь прямо в центре памятник Сергею Мироновичу стоит. Ну, а сейчас, в 2022-м, у нас, ну, там подборка самых таких знакомых и узнаваемых хорошо современных объектов. Колесо обозрения, диорама и так далее. В общем, то же самое получается. Получается, что наше дизайнерское экспертное сообщество не заморачивалось, подумалось, зачем изобретать велосипед. Я, честно говоря, не уверен, видели ли тот самый логотип 50-летней давности участники конкурса. Евгений Альбертович, добрый день. Алло. Да, Евгений Питунин, историк, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. У нас, к сожалению, времени не очень много, буквально 4 минутки. Давайте вспомним основные какие-то вехи празднования 50... 600, простите, летия Кирова в 1974 году. Вы были очевидцем тех самых событий, да, безусловно. Да, я учился в 9 классе, в 1974 году я помню. Тут, конечно, была путаница в начале. Отмечали в 1957 году 500 лет, потом в связи с обстоятельствами 600 стали. Ну, как бы, 600-летие было, конечно, в первый раз, а первый раз он всегда запоминается, юбилей города. Ну, это было связано с тем, какую официальную дату брать, да, за начало истории города. Да, 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 и вот тогда 1374-й как раз-таки, да. Дворец пионеров открыли, да, в 1974 году. Много было всего, старались приурочить, в принципе, много. Пытались заложить памятник, ушкуйникам положили памятную капсулу на набережной. Вот здесь сейчас деревянная церковь, дворец пионеров. В общем, было время дефицита в ту пору, а запомнилось тем, что очень много всего выпустили. И в торговле положение улучшилось, там было все. Книги продавали, были книжные ярмарки кругом на театральной площади в нынешнем Александровском саду филармонии. Прямо вот за книжным дефицитом люди ходили. До сих пор у меня книги юбилейные, есть исторические, все, даже водка была выпущена юбилеем. Желто-красная наклейка у меня где-то сохранилась, 600 лет в городу. В общем, было настроение эйфория праздничная у всех. Был огромный концерт на стадионе «Динамо». А само празднование, если не ошибаюсь, было в конце июня 1974 года, там несколько дней, да, это продолжалось? Да, да, летом было. Основной апогей был, это был концерт на стадионе «Динамо». Вот почему-то на известных артистов у нас власти не расщедрились. Было «Виа-Мари», то есть вокально-инструментальный ансамбль из Марии СССР в ту пору. Они на стадионе в ту пору уже рок-группы пели на стадионах. Вот это для Ирова какой-то там мелкий «Виа» на стадионе с плохим звуком. Это тоже было явление. Ну, шоу с танцами. Как, простите, называлось? Как вокально-инструментальный ансамбль назывался? «Виа-Мари». «Мари». «Мари», да. А, какие интересные ассоциации с современностью. К 74-му облагородили вот две пруды сейчас, по-сказать, их прудов у гостиницы. Вот. Что еще там? Была же эпидемия холера. Кстати, она омрачила праздник, что вот перед празднованием... Заболевших было много или что, да? Да, там на пляже запрещали ходить. Ну, и наградили орденом Трудового Красного Знамени в связи с 600-летием 25 июня. А торжество было в Драматическом театре, насколько помню, читал, да? Вот официальное, собственно, присвоение этой награды. Торжество было орденом сейчас Трудового Красного Знамени, да. Там приезжал член ЦК, там отмечали все это. Я бы не сказал, что уж очень много было чего-то там открыто объектов и построено, вот кроме Дворца Пионеров. Ну, известно, что тот же парк имени Кирова в те годы активно тоже благоустраивался. Это была такая народная стройка, когда участвовали ведущие предприятия Кирова. Но он официально-то, конечно, был позже. И диорама была в 1977 году открыта. То есть, такое завершение-то уже позже было получено. Ну, это да, да, там все было еще в процессе, но, тем не менее, вот, кроме, в основном, снабжения хорошего, к 1974 году мало там таких было объектов открыто. В общем-то, после этого какой-то был провал во всех юбилеях города. Запомнились только вот эти Исилевские помпезные. При мэре Исилеве были помпезные празднования Дня города, когда самолеты летали. Все, вот, и после 1974-го ничего больше такого выдающегося не было, видимо. Сказали, что отметили, и хватит с вас. Ну, хотелось бы... Потом очень-очень плохо, что совместили. Вот был День города, он был самостоятельный праздник у каждого города индивидуально. А потом совместили там с другими праздниками. День города отошел на второй план, там, стал... Ой, это еще праздник в этот день. Сейчас даже не помню. Это было не очень хорошо, да, для жителей. Да. Евгений Альбертович, да, к сожалению, время поджимает. Уже просто не можем продолжать общаться. Спасибо большое, что вышли на связь. Да, освежили в памяти многие сейчас, я думаю, и слушателей, те, кто уже долгое время проживает в Кирове и помнят 1974 год. Но еще раз хочется высказать уверенность в том, что... Надежду, вернее, на то, что в ближайшее время мы получим какую-то информацию более-менее внятную о тех грандиозных проектах строительства, дорожного строительства, которые были запланированы в последние годы в нашем городе. Успеет ли что-то сделать 2024-му? Ну, подождем, как говорится, увидим. Спасибо. На этом «Народное мнение» на сегодня заканчивается. Александр Грислис, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». «Народное мнение»